добрый день дорогие друзья если мы с вами в машине то понятно что мы куда-то делаем покатушку куда-то и зачем-то сначала зачем дело в том что я давно хотел себе будильник старинный старый будильник такой знаете с двумя чашечками ностальгии навевает у нас тоже такой был но проблемка в том что их уже нет если есть есть такие поделки которые ну в общем меня совсем скажем так не возбуждают и цена на них 35 евро как правило 35 евро цена за настоящий за поделку там чуть больше 10 12 14 но поделки меня не устраивает своим они голубые ребята они голубые красные у них какие-то циферблаты современные в общем нет ну я решил поискать по моему любимому кляйном цаге то есть маленькое объявление бесплатно вот кстати на горе тот самый замок куда я вас все хочу свозить но пока ничего не получается потому как закрыто мы едем в ту сторону так вот история говорит о том что я так и нашел такой будильник правда его никто не собирается дарить его хотят продать но за доступную цену 8 евро пожалуйста казалось бы все хорошо сегодня у нас сегодня у нас праздник на я не знаю как он называется в общем лайк нам фро или что такое ребята это 4 христовская христианская я в этом не что вознесение что погребение что достание все равно вот так так не пропустить мы сейчас поворачиваем налево в сторону зайбранс да 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 сторону зайбранс нам надо зайбранс сейчас я объясню почему мне так интересен этот город зайбранс 8 километров правильно все вот мы туда и и и я написал не ожидал ответа думал ну завтра завтра расцветет завтра будет солнце и мы с вами какой интересный домик с балкончиками и мы завтра с вами прокатимся но погода вдруг резко извини изменилась резко стала очень такой дружелюбный и я решил позвонить не позвонить а нет у меня телефон я решил написать и когда мне спросили где вы живете я говорю давай я вот живу тут летки а значит недалеко она предлагала сначала послать передала нафиг пропускать такую возможность ездить до по красивым местам и опять огромные деревья послали там вот справа у нас летный какой-то клуб вот летно пилотный и здесь я уже ездил здесь я ездил когда фотографировал девушку девочку нашу в этом замке и и хотели взять модели пригласили но нужно было папка я рассказывал про это папка модели да и родители не знали что делать потому что единственный фотограф который есть в летких они мне когда рассказали показали фотографии ребят я смеялся я смеялся у человека один единственный фон на котором он всех снимается вы с вытянутой по швам рука но дерево чем так красивая какая деревушечка то тоже да вы наверно уже и со счету сбились с этих деревушек и я предложил свои услуги сколько будет стоить это нисколько не будет бесплатно и мы с ними поехали вот здесь по этой дороге я помню мы ехали по этой дороге мимо этого замка да я думаю мы сейчас тоже поймем мимо этого замка это в гору идет и она мне написала я говорю нет я бы лучше сам приехал учитывая что вы любите путешествие да хорошо и она мне написала значит я говорю адрес какой адрес то она она мне написала адрес и сказала в нашей деревне два дома называется линден 3 ребята линден у нас город здесь на абадензе то есть очень знаменитый естественно никакой навигатор не знает этой деревне в два дома поэтому она мне указала два района между которыми находится этот причем два дома маленький это наш ну ладно зовут ее дорис вот и поэтому я поехал сейчас снял деньги потому что наличка нужна да а у меня наличка как всегда и мы вот с вами едем такая вот история ребятки ну хорошая история я думаю я пока мы едем я с вами хочу немножко порассуждать на тему стукачество как бы это ипостась немецкая там у меня гремит кое-что я забрал покажу вам тоже это ипостась чисто немецкая а зависть это признание по немецки твоего труда твоих заслуг ну есть такое с другой стороны когда мне пишут что на обочинах дорог валяются всякие пакеты мусорные бутылки и так далее вплоть до унитазов написать я подумал именно об этом что в германии это невозможно фактически потому что если вот сейчас 50 сила дошлов шло сталь вот этот и есть шло сталь это и есть замок цайль так мимо будем проезжать да обогнем его он так делал у нас в какой степи мы его не увидим или увидим а он остался слева ребят его почти не видно здесь ну обратно будем ездить за цепью так вот я о чем что я не могу выбросить бутылку или пакет с мусором при всем своем желании во первых меня держит именно это что не там чисто где убирают а где не ссорят это раз я давно это уяснил еще с детства а второе что следующее за мной какой-либо транспорт обязательно меня запишет и сообщит и тогда мама не горюй или вот в лесник просто будет идти или прохожий просто велосипедист то есть вы не уйдете от ответственности и это многих даже вновь приезжающих которые к этому не привыкли сдерживают я считаю вот такой вид доносительства который поддерживает общественный порядок вот тоже два дома это не оно случилось ну не знаю нет после сначала должен быть этот заберц или какой на кутом только который поддерживает внутренний распорядок общины чистоту и тогда лие то это не стремно ребята не стремно никто не будет ввязываться кричать и козел закидывать ему обратно эту бутылку в окно зачем для этого есть определенные органы которые этим занимаются и они это будут заниматься а вы как бы тут будете ни при чем так мы еще не добрались до этого поселка вот после поселка значит нам надо я записал себе на бумажке сейчас я посмотрю мы едем сейчас по L-301 по моему насколько я понимаю L-301 потом она сворачивает на L-314 вот это нам надо не пропустить это где-то будет километра через 4 а вот вот этот городочек Зайбратс Зайбратс городочек деревня населенный пункт да скажем так населенный пункт в котором говорит халлоу бай унц из Сайбратс угу ну я вам уже рассказывал что каждый такой населенный пункт имеет как правило 2-3 гостиницы и это правильно потому что здесь уже вот от этого места скажем до границы Савтри ну всего 20 километров скажем так и каждый строит свою церковь вон она какая высокая красивая так вот потихонечку поим фахверки тут опять мои любимые я так понял вам тоже фахверки понравились да хе-хе-хе так ратхаус это ратуша здесь багхаус то есть оп 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 нет 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 меня пропустился нормально потихонечку будем краситься христос на кресте как всегда теперь нам надо не пропустить этот поворот вот видите через 7 километров а на половине как я смотрел на половине именно этот поворот на линден 3 вот я надеюсь что не пропустим поля ванн-дюртенбергске или баварские тут не поймешь бывает раз-раз и заехал в Баварию потому что граница я вам говорил уже 15 километров до Баварии а бывает так что она пересекает и одно до Вене мы в Баварии второе до Вене мы обратно под водой так Сибранс слихи это не то ну вот угадай тут везде под водой мы как так мы должны быть с ворот обозначены ребят я верю в немецкую в немецкую в немецкую орну в немецкий порядок должен быть поворот иначе мы доедем до этого домика так здесь 14 вернее до этого населенного пункта и придется повернуть назад и ехать с черепачьей скоростью чтобы не пропустить так поворот показывал только через пять километров ужасно это ужасно так так потому что до самого этого городка всего семь по моим подсчетам так не должно быть ой лето 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 это прекрасно ребята лето это прекрасно все другое дело вот я зимой тут тоже ездил не здесь а в других местах ну это не такой кайф особенно когда нет снега надоедает так это просто остановка для машин отдохнуть да вот айтрах меминген да направление мемингена вот это наш поворот я уже стал разбираться здесь в этом айтрах меминген да я уже начал разбираться где какое направление я уже понимаю и мне кажется это вот сюда ну сейчас посмотрим на мою проницательность да сейчас поглядим насколько мы такие прямо себе проницательные так ага вот так вот так поедем ну ну хоть бы да это сделали но не указали какая-то бундесстрасса ну что я думаю тут недалеко но есть поворот на показывает незнакомую улицу вот этот наверное есть через два километра на незнакомую улицу поэтому она и хотела послать ну ну я не хочу ну зря не знаю мне кажется мы найдем все равно как бы там не было народ ходит днем выясним где-нибудь так они говорят за сараем есть маленький еще домик так сейчас посмотрим это Гурбан нет Гурбан нам не нужен Гурбан 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 нам не нужен Парковка тоже не нужна так прямо какой-то этот детектив у меня получается расследование где же находится этот самый Линден там желтая есть табличка по ней сейчас можем узнать так сзади привязался местный так ну должно быть на 300 я сказал 14 да а Линден вот направо я же говорю немецкая пунктуальность у нас два дома Линден а так приехали и как тут вот этот сарай вот один большой она сказала дом второй маленький вот сарайчик а за ним еще один дом я думаю это оно пошел да вот он маленький Действительно маленькие, невзрачненькие Ну, а нам-то что? Нам часы дожди